Сегодня персонально наш и ваш в этой студии адвокат Илья Новикова. Здравствуйте, Илья. Добрый день. Здравствуйте. У нас тут новости приходят интересные. С Украины придут они, как ожидается, из Литвы и из Польши. Дело в том, что Украина приняла декларацию об ответственности Советского Союза за Вторую мировую войну. Верховная Рада. Там достаточно Верховная Рада Украина. Там достаточно пространный текст. Речь идет о том, что огромное количество граждан Украины и Польши и Литвы пострадали от репрессий со стороны Советского Союза и Германии. А заодно упомянут пакт Молотова-Риббентропа. Как вы воспринимаете такое решение? Похоже ли это на борьбу за справедливость с вашей точки зрения? Ну, я воспринимаю нормально абсолютно. Не вижу в нем ничего такого же несовместимого с исторической правдой. Другое дело, что, конечно, когда такие решения принимаются парламентом, они просто рождаются как некий консенсус среди историков в тиши кабинетов или в атмосфере конференции. Понятно, что это политика определенная. Но, знаете, уж чья бы корова мычала, но не наша. Уж кто притащил в современную политику и ее обсуждение переворванную историю больше, чем мы, я не могу себе просто представить это. Сейчас в России мы живем в прошлом. У нас из каждого утюга, из каждого телевизора, из каждого радиоприемника в ответ на вопрос, а почему, собственно, так плохо и что делать дальше, какой, разумеется, ответ самый первый? Потому что война, победа, деды воевали, не смейте трогать. Вот на вопрос, почему в России сейчас такие маленькие зарплаты, почему такая большая инфляция? Потому что кругом враги. Потому что война, героизм, и деды не смейте трогать. Должно ждать такое симметричное истоство. Но вы считаете, что, в принципе, справедливо это обвинение в развязанной войне и в адрес другой страны, в адрес Советского Союза? Я считаю, что абсолютно. А как вы считаете, надо ли повиниться? Россия как правоприемница нам, как потомкам дедов? Я не думаю, что здесь есть какая-то возможность установить, надо ли, не надо. Мы же не хотим сейчас повиниться. Ну, явно не хотим. Ну, нет такого запроса. Значит, сейчас этого не будет. Значит, сейчас это не состоится. Не важно и тем людям, которые нам, как народу, это не важно и не нужно. Значит, не время. Ну, то есть, лучше было бы просто это все выбросить под ковер, забыть и забросить, и никуда не возвращаться к этому? Лучше было бы дозреть до вот этого осознания, что война, может быть, тогда все списывала, но она не продолжает все списывать, семь с лет спустя. Когда эта война закончится окончательно в головах людей и станет, возможно, давать ей какую-то, ну, рациональную оценку, минимальную рациональную оценку, это будет само по себе хорошо, и тогда появится и, возможно, покаяние, невозможность нормальной, не на надрывной дискуссии, не истеричной. Все это обязательно будет. А Украине сейчас это зачем? Ну, вроде бы, как и так все плохо в отношениях. Куда уж хуже, но почему-то ощущение складывается, что Киев старается, чтобы было хуже. Ну, мы тоже, естественно, стараемся. Все стараются. Ну, во-первых, я не видел текста декорации. Я очень легко могу себе представить, что там написано. И если перекладывать действительно все это на современную политику, то процесс, который идет одновременно и в Украине, и в Литве, и в Польше, это определенное стремление подвести черту. Подгородиться, сказать, что вот это вот. Да, хотя мы тогда были частью, то, что касается Украины, Советского Союза, а мы, поляки, были под оккупацией, а мы, Литва, были под оккупацией еще раньше, или точнее позже. Но вот мы не считаем, что... Мы подверглись агрессии только в 1941 году. Мы подверглись агрессии раньше. Поляки подверглись агрессии со стороны Советского Союза 18 сентября 1939 года. Литва попала под оккупацию в следующем году, в 1940. Для них это вполне нормально. Для них вполне естественная постановка вопросов. Ну, а Украина-то, смотрите, часть Советского Союза сейчас признают на уровне парламента своего, что Советский Союз тоже был виновен в развязывании Второй мировой войны. И, по сути, они же и свою ответственность сейчас так признают, как в прошлом части этого Совета. Были украинцы, которые воевали на стороне Советского Союза. Были украинцы, которые входили в Польшу с востока. Были украинцы, которые воевали на стороне Германии. Были украинцы, которые уходили с немецкими войсками дальше на Запад. И как раз, мне кажется, гораздо более неправильная и болезненная ситуация, когда общество, современное общество, где у одной семьи одного человека, один дедушка, может быть, тот с той стороны, а другой с этой, пытаются себя поставить на какую-то одну сторону вот этой вот 70-летней давности трагической борьбы. Я хочу сказать, что на здании, на главном здании Службы безопасности Украины, то, которое раньше было КГБ Украины, сейчас ТСБУ Украины, там над боковыми воротами висит такая мемориальная доска. Доска в память о людях, для которых вот эти ворота, через которые туда заезжали воронки, это заезжали и в 30-е годы, и в 40-е, и при советах, и при немцах. Доска в память о тех, для кого вот эти ворота стали последней надеждой в их жизни. И там проводится совершенно внятное, совершенно четкое знакравество между репрессиями, которые творили советы, которые творили немцы. Вот эта оценка, мне кажется, взвешенной. Попытка сейчас кричать о том, что как же они злодеи, и как же они нашего хорошего Сталина уравнивают с тем плохим Гитлером, мне кажется, правильно. А эта попытка, она исходит из кого-то сверху, из каких-то идеологически подкованных людей, или же это действительно некий общественный запрос, некое более-менее общественное мнение сформированное? Такой запрос, конечно, есть. Я не могу сказать, что он универсальный, что на этот счет есть такой же консенсус в Украине, как обратный консенсус есть в России. Но политики же люди, они же чувствуют, как ладует ветер. Если запрос есть хотя бы у части населения, то политик, который подпишется своим именем, вынесет это от себя и будет это лоббировать, и в конечном счете скажет, что вот этого я добился, вот это мое решение, это моя резолюция. Это благодаря мне. Он же получает очки. В этом нет ничего крамольного. Если вы просчитываете, кто у вас электорат, и чего хочет ваш электорат, и пытаетесь попасть в его строю, это и называется политикой. То есть, если электорату показать по всем федеральным телеэкранам фильм о том, как Советский Союз подписывал пакт Молотова-Риббентропа и начинал события, которые привели к Второй мировой войне, это не изменит представление электората? За один раз ни один фильм никогда ничего не меняет. Но, опять же, смотрите, вот если сейчас выйти на улицу и поспрашивают людей, собственно, а как началась Вторая мировая война? Что вообще такое Вторая мировая война? Все скажут, ну, конечно, Вторая мировая война началась с 22-го и 41-го года. А что было было? А вот что-то другое было. И англичане стали Второй мировой войной. Отсчитывают с сентября 39-го года. Поляки с сентября 39-го года. Японцы и китайцы, у которых тоже, которые тоже на каком-то этапе войны оказались, как частью этой большой войны, они свою войну отсчитывают с 36-го года, когда Япония, там был такой Нанкинский инцидент, Япония развязала войну с Китаем. Нет, но у нас-то официальные историки вроде как тоже Вторую именно мировую, с 39-го отсчитывают. Это уже там Великое Отечественное в другие даты. Официальные серьезные историки, не маргиналы, конечно, с этим не спорят. Но то впечатление, которое у людей остается в головах, я на 100% уверен, что в опросе, когда началась вторая мировая, у нас на улицах сейчас победит, дата 22 июня 41-го года. Вот такой она сейчас консенсус. И, конечно, никакой отдельный фильм, никакая отдельная резолюция, с этим ничего поменять не может. Это должно вызревать у людей головок годами. А как это должно вызревать? Что должно произойти? Чтобы это менялось? Общенно или чтобы это менялось? Я думаю, что надо. Кому и зачем? Нам самим надо, чтобы мы не оказались уж совсем на разных страницах с той же самой Европой, с теми же самыми европейцами, которые тоже для них эта война тоже что-то значит. Для них, кстати, Вторая мировая война значит примерно сопоставимым с Первой мировой, при том, что нас Первая мировая вообще не помнят. Вы сказали, вы釣али такое выражение официальные историки. Если брать российскую ситуацию, то у нас и с учетом этого нашего шалатана министра Мединского, и с учетом таких странных организаций, как военно-историческое общество, которое вроде себя позиционирует как то, что они правильная официальная история, а все остальные какие-то неправильные и неофициальные. Это, по-моему, довольно опасная штука. Если сейчас... Есть обратная тенденция, которую, например, представляет военно-историческое общество. Я не историк, я не берусь даже ровнять себя с этими людьми по степени понимания всех этих реалий. Но явная тенденция на то, что вот эти историки их и государство поддерживает, а те их государство пока что терпит, она себе, по-моему, ничего здорового не несет. Ну, все же должно же быть какое-то, наверное, понимание, кому следует доверять из историков, а кого считать, скорее, псевдоучебные. Ну, это репутация. Это то, о чем здесь постоянно говорит Пархоменко, вот это, наверное, самый микрофон, да, или ваш микрофон. Это то самое. Как-то как. Это устраивается репутация. Если говорить о едином учебнике истории, я вообще не понимаю, как в эпоху Википедии может быть какой-то единый учебник чего бы то ни было. Когда любой школьник, если учитель задает вопрос, а у него есть время на гуглить и посмотреть, он гуглит, смотрит, и для него вот та первая ссылка, которую вы ссылываете из Википедии, это и есть правильный ответ. Бороться с этим, по-моему, совершенно бесполезно, невозможно. И чем яростней, и чем так вот ожесточеннее продавливается та идея, что нет, мы всегда были хорошими, и Родина права, потому что она Родина, и война началась вот тогда, а не тогда. Потому что вот иначе, потому что иначе завтра здесь будут стоять базы НАТО. Ну, это странно, это ничем хорошим. Нет, ну, смотрите, ладно, единый учебник истории, хотя это тоже очень спорная вещь, и, конечно, критики очень много, но есть и законы новые наши, репрессивного характера, которые тоже, в принципе, ну, судя по всему, ставят своей целью унификацию истории. Те же законы о реабилитации нацизма, да, по которым у нас штрафы выносят за неправильную трактовку, опять же, Второй мировой войны, когда жителя Перми недавно оштрафовали, помните, летом, наверное, за то, что он сделал какой-то репост, где как раз речь шла об этом же, о том, что Советский Союз тоже участвовал в разделе Польши, Асенкевич желал поучаствовать. Ну, он же участвовал. Ну, вот, а решение вынесли, это такое, что человек штраф должен заплатить? Старшина нашего адвокатского цеха, Генри Маркевич Лезник, очень хорошо сомулировал эту мысль. Он сказал, что у него как юриста в голове не укладывается, почему заявить о соучастии в преступлении значит оправдать. Было преступление, которое совершила нацистская Германия, было преступление, которое совершил Советский Союз, соучастие с ней, раздел Польши. И каким образом указание на второе преступление оправдывает первое, ни он, ни я как юриста понять не можем. Поэтому здесь законы могут приниматься какие угодно, и они, кстати, наше счастье, что люди, которые их принимают и пишут, они не совсем в ладах с юридической техникой. Они их пишут так, что в них остается достаточно дырок, чтобы мы, адвокаты, могли бороться за здравый смысл и за право говорить правду, да просто неправду, пусть то, во что человек верит. Нет, то есть, подождите, вы считаете, что в этом случае конкретном, когда человека штрафовали, это просто была плохая адвокатская работа и не смогли его вытачить? Это была плохая судейская работа. Адвокатами свойственно упрекать во всех смертных грехах и судей, и прокуроров, что бы то ни было. Но, в первую очередь, в этом деле, где нужно было просто разобраться и применить закон к учебнику истории восьмого класса, вот с этим не справился, конечно же, судья. И это была его ответственность, это был его участок работы. Я думаю, что, если такие случаи будут не разовыми и не проявлением какого-то отдельного рвения у отдельно взятого участкового милиционера, а пойдут хоть сколько-нибудь в массовом порядке, мы, в том числе адвокаты, сможем эту ситуацию переломить. Потому что, ну вот такой законодательной плетью, вот такого обухо истории, ее все-таки не перешибешь. Вы удивительные вещи говорите, потому что вы уже говорили, что есть значительная часть населения, или может даже большинство, которое полагает, что война началась с 22 июня, и которое всячески приветствовало бы это решение суда, если бы знало о нем, если бы поинтересовалось. Потому что это соответствует некой догме, некому представлению. Потому что это важно. С другой стороны, вы говорите, что вы, адвокаты, смогли бы в этом обществе, в этом государстве как-то переломить ситуацию и добиться принятия противоположных решений. А зачем это нужно обществу? Обществу нет. Адвокат же член общества, часть общества адвоката. Член общества очень специальный. Общества, конечно, нет. И общество тут, наверное, сейчас и не нужно, или оно не сожиданно, что ему это нужно. Но мы же работаем в очень узком секторе в этой системе. В этой системе есть меняемые судьи. Нормальные. Которые понимают, почему так делать нельзя. А у нас другое дело, что вот эта судейская вертикаль, она не всегда предполагает, как правило, они предполагают, что какой-то высшитающий судья, увидев непорядок где-то внизу, может просто взять, снять трубку, позвонить, накричать и все исправить. Чтобы практика, которая начала складываться в неправильную сторону, в данном случае, в эту дурацкую историческую репрессию, чтобы она переломилась, конкретное дело нужно довести до Верховного суда, убедить их, сформулировать решение по нему так, чтобы ниже стоящие судьи поняли, что да, начальство имеет в виду это всерьез, что вот так делать не нужно. И вот это уже адвокатская работа. Так что мы малыми силами, приложив их в правильную точку, иногда можем достичь очень плохих результатов. Я просто хочу понять с этим конкретным делом, то есть вам кажется, что это исключительный случай, это потому, что судья не разобрался, неправильно себя повел, непрофессиональный и прочее-прочее, а не какой-то тренд. Я тренды пока не вижу. Просто удивительно. Позвольте, я продолжу этот вопрос. Вот, допустим, вы побеждаете в таком процессе, кто-то из адвокатов побеждает в таком процессе, доходит до Верховного суда. Получается, суд примет решение, которое не устраивает большую часть общества, у которого есть сформированные какие-то исторические представления, представления о добре, о зле, о правильном, о хорошем, о врагах, о друзьях. Это разве нормально, чтобы в правовой сфере принимались решения, которые не соответствуют традициям и нормам, принятым в обществе? Да, так бывает. Я не скажу, что это ненормально. Самый простой пример, который чаще всего приводит в этот вопрос, это отношение к смертной казни. Она как нельзя более соответствует нашим традициям, историческим, и духовным, и, наверное, нравственным. И то же самое, если бы мы устроили здесь прямую демократию, опросы, и таким путем решали, что делать там с очередным, каким-нибудь чекотелом, можно очень легко предсказать результат. Но потому у нас вот и устроено вот в нашем обществе, не только в нашем государстве, вообще у людей, у человеков, и устроены все эти сложные системы, типа судебной, типа следственно-прохранительной, типа там какой-нибудь системы, которая выводит путем помилования, например, это там президент, маах или кто-то еще, чтобы это не было просто. Это не простые вопросы, это сложные вопросы, они не должны решаться, просто поднять им руку. Общество и большинство бывают неправо. Довольно часто. Общество и большинство не может судьбу каждого отдельно взятого академика, сантехника или программиста решать вот так вот, на агре. Пока были афины, у которых было там что-то типа 50 тысяч полноправного населения, которые могли просто выйти на площадь и криком порешать, кто прав, кто виноват, кого казнить, как Сократа, кого отпустить. Это было нормально. Сейчас мы так уже поступать не можем. И это, кстати, хорошо, потому что есть некий шанс, что вот эта система, правоохранительная система, она окажется на большей высоте, чем общество в целом. Общество задает планку, и только выделяя вот эти свои карательные органы куда-то отдельно от себя, говорят, что вот вы работаете, мы вас формируем, мы спишем законы, наши депутаты, представители наши пишут законы, по которым вы работаете. Но вы работаете сами. Только тогда есть шанс эту планку проломить. Есть шанс, что конкретный судья имеет шанс оказаться лучше, чем толпа на площади, которая кричит «Распни ее, распни ее, распни». Но это очень идеальная ситуация. У нас насколько много независимых судей. Вот я вспоминаю процесс Надежды Савченко, да, и финальную статью. Мне от нее уже не отбиться. Естественно, ну, вот на вынесении приговора, я помню, тоже тогда была, сколько было критики в адрес непосредственно людей, вносивших решение. Ну, неужели там вы до сих пор уже с некого отдаления на это все глядя не поменяли свою точку зрения? Вы же считаете, что решение было неправильным? Решение было безумно абсолютно позорным. Ну, и решение принималось, наверное, ни одним, ни двумя, ни тремя людьми. Понимаете, совершенно по-разному эта система, судебная система ведет себя в случаях, когда есть такое знаковое политическое дело, которому приковано внимание начальство, в первую очередь, общество и потом начальство, и наоборот начальство потом общество. И совершенно иначе оно ведет себя, и судьи себя ведут по тем делам, которые такой такого внимания к себе не привлекают. Там уже очень многое зависит от того, что человек судья. К сожалению, система поощряет внутренних таких садистов, которым нравится, нравится мучить людей, нравится над ними издеваться. Если человек стал судьей с такими задатками, если он его пропустил, не то, что пойдет вверх, он может быть сидеть на той же должности районного судья и удовлетворять вот эту свою потребность за счет людей, которые попадают в ее власть. Попадется нормальный судья, вменяемый судья, таких, кстати, довольно много. Чтобы там какая у них была репутация судебной системы, все-таки репутацию то формируют вот именно эти знаковые дела, где у нас творится всякая дичь. Надо понимать, что костяк системы все-таки в среднем более здоровый, чем то, что вы видите по телевизору, просто потому, что основная часть телевизора не впадает. Я помню, как обижались на фразу «басманное правосудие», потому что, мол, есть одна судья известная, а все сразу про басманный суд, про всех представителей. Как раз басманный суд, может быть, заслужил это в большей степени, чем любой другой. Если кто-то не в курсе, почему у него такая репутация сложилась, я объясню. Дело в том, что на территории басманного суда, районного суда, к этой территории приписан Следственный комитет, а раньше Генпрокуратура. И поскольку именно тот районный суд, в чьем околотке находится Следственный орган, является его ревизором, так получилось, что в силу масштабов, разницы масштабов, что такое районный суд и что такое Следственный комитет. Оказалось, что у нас басманный суд при Следственном комитете скорее, чем Следственный комитет при Басманном суде. И весь тот вал, поток жалоб на Следственный комитет, который рассматривается этим судом, привел к тому, что у суда образовалась репутация штампа, резиновый штамп, который пропечатывает любые решения. Она не совсем, опять же, не на 100% оправданно, бывает и обратно, но если вам за 30, какая репутация у вас сложилась, вот такую репутацию вы имеете. Суду уже практически в его нынешнем виде, наверное, примерно столько и есть, и приходится принимать внимание, что такую репутацию он себе заработал. Вот именно такую, а не другую. Илья, а как много у нас все-таки судов, которые не являются резиновыми штампами, которые проштамповывают решения следователей или прокуратуры, у нас на сколько там находится отношение? Один к трём, один к двум? Это не так работает. А в любом суде, в любом районном суде, во-первых, есть когорта судицивилистов, которые вот к этой, к тому, что у нас чаще всего ассоциируются с вот этими стигматами судебной системы, к уголовным делам, потому что человек в клетке у них там умирает, они их отношения просто не имеют. Они осматривают гражданские дела, присуждают алименты, взыскивают кредитом. Это нормальная такая рутинная работа, которая вот этого надрыва в себе не содержит. А в когорте судей-криминалистов, то есть судей, которые занимаются уголовными делами, там же тоже не всё равномерно. Просто основной порог этой системы, как я его вижу сейчас как адвокат и как раньше я его видел, как тогда ещё сотрудник Академии правосудия, который занимался всем этим, и мы в том числе искали попытки что-то улучшить. Главная проблема этой судебной системы – это феодальность и подчинённость председателей. Вот у каждого суда есть председатель, который назначен на эту должность, потому что его одобрил вышестоящий суд. Председатель Басманного суда не может стать председателем Басманного суда, если его не одобрил Мосгорсуд. А председатель Мосгорсуд не может стать председателем Мосгорсуд, если его не одобрил Верховный суд. И за то, чтобы не вызывать раздражение у начальства, несёт персональную ответственность председатель. А уже председатель решает, какого из судей назначить, рассматривать то или иное дело. Если попадётся судья, который в неуместной с точки зрения своего начальника, председателя ситуации появляет принципиальность, отказывается арестовывать слишком часто людей, отказывается помещать их под стражу, то просто вот такие проблемные дела будут получать каким-то другим судьям. Вот и всё. Слишком часто меня удивляет, потому что у нас же практически нет продавательных приговоров, например, по официальной статистике. Я рад, что вас это удивляет, потому что многих моих коллег это не уделяет совершенно. Но вы-то так говорите, как будто бы у нас есть судьи, которые что-то решают, ещё сами рассматривают, почему у нас тогда так мало оправдательных, вернее, почему нет оправдательных приговоров, давайте называть вещи своими именами. Их нет, по той причине они есть, они есть, как правило, мировых судей. Самый низкий процент как раз у районного звена в процентном отношении, через который проходит основная масса дел. А оправдательный приговор для судьи означает то, что он поручается своей карьерой за подсудимого. Почему? Потому что оправдательные приговоры обжалуются автоматически прокуратурой. Вот есть распусководская установка, что если вынесены оправдательные приговоры, ты идёшь и продаешь обжалование автоматически. Что бы ты там сам об этом не знал. Объединительные приговоры обжалуются не всегда по той причине, что, во-первых, многие из них выносятся в порядке особого производства, когда обвиняемые соглашаются признать вину. Но если наказание умеренное, условное или какое-нибудь маленькое относительное или то, что человек уже провёл в СИЗО, он может и вовсе не обжаловаться, что от него отстали. И он счастлив, что его отпустили домой, и он больше может об этом не думать. Мы остановились на мысли о том, что, на самом деле, судьи не могут зачастую принимать решение об оправдании обвиняемых, потому что они должны поручиться своей карьерой. Ну да, и плюс в стороне обвинения не очень удобно. Нет, сторона обвинения, бог бы с ней. Смотрите, что происходит. Судья думает, взвешивает в голове, да, вот сейчас я оправдаю. Сейчас прокуратура полезет в бутылку. Приговор отменят. Мне, судье, в моё досье пойдёт галочка, что мне отменили приговор. По этим галочкам считается, насколько хорошие в суде показатели. Если много отмен, там больше, чем положено, а уж не дай бог и больше, чем вообще всего в суде, то такой судья ставится всем в пример, как плохой судья. А почему он должен сразу же закладываться на то, что будет отменено решение? Потому что в процентном отношении, я не знаю, какая сейчас статистика, я не смотрел за последний год, ещё два года назад оправдательные приговоры отменяли в среднем раза в четыре чаще, чем ввинительные. При том, что их и так мало, а их ещё отменяют часто. А почему их, подождите, почему их отменяют? Опять же, потому что прокуратура жалуется. Если приговор оправдательный, значит, кто-то облажался. Там прокурор, начальник прокурора, они облажались, они пошли в суд с делом, который они должны были сквозь свой фильтр не пропускать. И это означает скандал, это означает карьерные неприятности, какие-то трения, которые никому не нужны. Поэтому считающие инстанции могут его отменить, просто чтобы этих трений не было. Отменить, направить на новое рассмотрение. И вдумчивый судья, который может быть гуманный судья, который понимает, что не виноват человек. Вот так получилось. И при этом не склонен к скандалу, не склонен обострять ситуацию. Он может дать ему, осудить его и дать ему условный срок, или отбытый срок, если он сидел в СИЗО, или штраф небольшой. С мыслью, что это будет для этого человека наилучший выход. С судимостью. Классно. Судимость испаряется в течение определенного срока установленного. Вы прожили этот срок, и она у вас снимается. То есть, судимостью можно жить. А вот с тем, когда ваше дело два-три раза пройдет по этому кругу, приговор отмена, приговор отмена, вы уже окончательно поселитесь в этом СИЗО, уже будете знать каждую паркетину и каждую решетку. Да. А в этом ничего хорошего нет. То есть, такая трогательная забота, на самом деле, о подсудимом. Но судья поставлены в такие условия, когда иногда это бывает наилучшим решением. Вот прямо сейчас я сюда приехал из процесса в Московском окружном военном суде. Там стоит такую Варвару Караулову. Громкая история. Девочка, которая... Ну, мы ее называем так, и она сказала, что она потом поменяет имя обратно. Сейчас она по паспорту Александра Иванова, когда к ней было слишком много внимания пресса, она попыталась вот так вот от этого внимания уйти. Но в предстоящем ее называют Варвару Караулову. Она же Александра Иванова. Девочка, которая от большой любви хотела сбежать к парню, который боевик, который воюет там в Сирии в Игиле. Вот ее сейчас судят как лицо, которое приготавливалось к участию в теоретической организации. А вот объясните, как так получилось? Там ведь сначала оставили ее в покое, когда вернули. Ничего не возбуждали. Потом раз и дело. Отвратительно получилось. Я не буду сейчас вытаскивать все подробности этого дела, хотя он открытый, но приговор еще не вынесен. Поэтому я не буду на этот счет ничего говорить, чтобы не подвергаться упреком в том, что я как-то давлю на суд. Но вот как раз подобная ситуация с другой девочкой, допустим, в похожем положении. И в другом суде, и другой мальчик. Но судья, который не просто думает о том, как ему чистенько это дело списать и больше о нем не думать, а думает о девочке, о том, как она будет жить. Я не знаю, как я бы на месте поступил. Вот если сейчас ее оправдать, другую девочку, не Варвару, опять же подчеркиваю, обидится следственный орган, обидится прокуратура. Подадут жалобу, пойдет отмена, потом неизвестно, что будет. Если ее по-отечески, что называется, немножко наказать, скорее всего, ничего не будет. Скорее всего, она сейчас выйдет и проживет свою счастливую жизнь. Вот такие соображения у судей тоже бывают. Я это знаю. Не из своих процессов, просто в силу того, что юристы все-таки такая каста, достаточно проницаемая изнутри. Я имел возможность говорить с судьями, которые принимали решение по такой логике. Они говорят, да, действительно, вот я думаю, я сейчас его оправдаю, и я ему сломаю этим жизнь. Если я его сейчас дам ему условно, он выйдет и проживет дальше счастливее. А они не знают о том, что хотят сами-то эти девочки? Прихоти и польза – это вещи разные. Опять же, такой уже, если смотреть на это по-отечески, как уже такой уже не молодой мужчина или женщина, которая смотрит на этого ребенка на скамье подсудимых и думает, что же с тобой делать? Вот здесь вопрос «хочу-не хочу», как в школе говорят, «хочу-не хочу, надо оставлять дома». Вот часто работает такая логика. Я не говорю, что это хорошо. Но такое бывает. То есть, судьи здесь, в принципе, получается, руководствуются не какими-то глобальными соображениями, а довольно частными. Потому что если посмотреть на это все глобально, то тоже можно развернуть, как если оправдать, то поедет еще много, может быть, таких же девочек за своей любовью, зная, что никто их не осудит, если что. Ну, опять же, глобально это может смотреть какой-нибудь Верховный суд, который формирует практику. Вот у того конкретного судя, у которого пришло конкретное дело с конкретной фамилией Иванов, Петров или Сидоров, в принципе, это не его дело смотреть глобально. Это раньше в советском суде была очень типичная картина, когда стоит адвокат и говорит, товарищи, давайте посмотрим на это сквозь призму пленума. Чему у нас учат партия, чему у нас учат комсомол. Сейчас так не принято. Сейчас считается правильным, и, наверное, так это и есть, оставаться в рамках того конкретного дела, которое у нас сейчас упирается. Ну, то есть, получается, если какая-нибудь позавчерашняя выпускница колледжа, дочка влиятельного силовика, пошла после того, от следственной комитеты, от сына месяца к другой, и просто привлекла человека, начала его проверять в каком-нибудь уголовном деле, то считай, что все. Независимо от того, какая его роль была, что произошло. Если все эти механизмы шестеренки заработают, то он получит судимость, в лучшем случае, условную. Не совсем так. Фактически, мы проходим точку невозврата, когда суд принимает дело к производству и отказывается вернуть его прокуратуру. Вот если суд отказался его вернуть, как правило, это означает, что уже будет обвинительный приговор. Но эти шестеренки, у них же тоже есть свои собственные законы, как они крутятся, и понятийные, не только писанные. И довольно часто происходит такое, что успешная работа адвоката, эффективная работа адвоката заключается в том, чтобы помешать следователю сделать такое досье, которое пропустит через себя прокуратуру. У них же тоже есть союзные отношения. Прокурор, который подписывает обвинительное заключение и направляет дело в суд, он на себя, по сути, принимает ответственность за все прошлые и нынешние грехи и следствия. Это не всегда так работает. И у нас просто по-другому совершенно устроены эти фильтры. У нас прокурор очень любит говорить, что, вы знаете, у нас такой низкий процент оправданий, потому что прокуратура очень хорошо, очень тщательно отбирает те дела, которые она посылает в суд. Ну, по-моему, конечно, это на самом деле не так, но какая-то доля в этом есть. Фильтр действительно есть, он не нулевой. И часто просто показав, как плохо спустя рукава работает следователь, ты можешь сыграть на какой-то такой службистской жилке у прокурора. Что это такое? Я здесь подполковник юстиции, горбачусь, они там мышей не ловят, работать не умеют. Какой-то вчерашний мальчик или девочка пришел, написал дело с ошибками, заверну я его и заворачивает. Вот это, в том числе, успех, потому что дело завернуто один раз, второй раз прокуратура может уже не пойти. Оно может тихо сдохнуть у себя, потому что начальство следователя посчитает, что так будет проще, легче, и не ввязываясь во все эти служебные потенциальные конфликты. Очень интересно, когда прокуратура и следственные органы отделяли друг от друга, казалось, что будет война, что действительно будут бороться, сталкиваться в судах представители прокуратуры и следствия. А в итоге по большинству, если судить процессов, единодушие абсолютное. Есть исключения типа дела каменщика, но там сразу появляются мысли о каких-то третьих силах. Чаще да, но ситуация, когда по вопросу, например, о помещении под стражу, следователи прокурора в суде занимают разные позиции, она далеко не такая редкая. Так часто бывает. Другое дело, что, опять же, в этой ситуации судья, который отказывается помещать человека под стражу, он тем самым вручается в свою карьеру за то, что человек не убежит до следующего суда. И это тоже не все хотят. И по этой причине у нас сейчас в Москве, например, преополняемость СИЗО, по-моему, процентов 40 составляет. То есть, люди спят в повалку, по очереди, как угодно, просто в силу того, что судья не хочет своей карьерой поручаться за этого самого человека, которому привезли помещать под стражу. Ну, просто на всех случаев получается. Да? Ну, а, в принципе, почему это неправильно? Наверное, это правильно. Судья действительно должен нести ответственность за свои решения? Ну, никто же не хочет ее нести. Почему? Ну, так они перестраховываются. Я считаю, как… А вот как надо? Я считаю, что… По-другому. Если ты не можешь через это переступить, то тебе в суде делать нечего. У нас, к сожалению… То есть, подождите, судья больше должен доверять? Судья должен понимать, что у него есть внятный алгоритм работы, и что если к нему пришли арестовывать человека, и при этом следствие не проделало домашнюю работу, то он должен просто с холодным сердцем следствию отказать. И дальше не вникать в то, что потом случилось с этим человеком. Сбежал он, не сбежал. Проблема была в следствии. Следствие не представило нужных материалов. Я отказываю. Мне все равно, что потом будет. Но понятийно, судья понимают, что они за это отвечают. Потому, что сейчас человек сбежит из подписки, допустим, или под залога. Что произойдет после этого? Позвонят начальнику судей, председателю. Скажут, что вот у вас судья Иванов отпустил судья Петрова. А кто позвонит? То есть, в следственном комитете позвонит? Найдутся, кто позвонит. В следственном комитете. Или из ФСБ, если дело ФСБшное. Или из МВД, если дело МВДшное. И первый будет вопрос. А взял ли судья Иванов взятку? Что это у нас все судьи? Как зайчики. Послушно. Помещают людей под стражу? Иванов не поместил. Что это так? Давайте проверим Иванова. Иванов будет проверить. Иванов, зная заранее, ему совершенно не нужны все эти проблемы. И он подстраивается. И вот та знаменитая история, когда судья учила милиционеров, полицейских учила полицейских, как правильно составлять материалы. И это попало на диктофон. Это она, в том числе, заботилась о своей карьере. Не потому, что она любит так полицейских. И их учит в свободное время. Потому, что она не хочет, чтобы за ошибки следователей, которые она вынуждена прикрывать по понятиям этим правилам, потом страдать ей самой. Это же система, где каждый винтик имеет свой собственный интерес. И не верится вот так вот бездушно. А заботится о том, чтобы ему и дальше оставаться винтиком, а может быть потом стать болтиком. То есть, следователи в этой истории, получается, могут работать совершенно спокойно спустя рукава. Они работают спустя рукава. А не работают спустя рукава. А почему не какого-то кнута? Есть хороший кнут, о котором я говорю каждый раз, когда мне пристраивается такая возможность. Есть кнут в виде суда присяжных. Потому, что вот кто равнодушен совершенно к проблемам следствия, так это присяжные. Им не объяснить, что у тебя там 20 дел, что на тебя начальник расписал неурочную нагрузку, что у тебя дома жена и дети, поэтому ты не съездил, не получил заключение эксперта во время. Они видят, что что-то не сходится. Адвокатам указывают на внятные дырки в полиции и следствия. Но они отпускают. Другое дело, что из того, что у нас сейчас представляют суд присяжных, это такие жалкие извеченные остатки былой роскоши. Потому, что когда их вводили изначально в 1993 году, это был эксперимент. Мой учитель Сергей Анатольевич Пашин непосредственно этим процессом руководил, который меня подсадил на эту тему суда присяжных. Был эксперимент. Сказал, что у нас переход от чего-то советского к чему-то, наверное, восстановлению старых традиций. Вот у нас до революции был суд присяжных. Давайте его восстановим. Прокуртор сказал, что нет, невозможно, дорого. Судьи сказали, что нет, невозможно, сложно. И в итоге отобрали 9 судов в 9 областях, в краях. Там была Московская область, например, но не было города Москвы. И в течение 9 лет в Московской области был суд присяжных. В городе Москвы не было суд присяжных. И отобрали, как мне потом один следующий человек сказал по секрету, отобрали 9 судов, в которых председатели согласились поучаствовать в эксперименте в обмен на то, что им дадут фонды на ремонт здания. Вот так это решалось. Где у нас будет суд присяжных? И первоначально была совершенно такая жесткая, понятная система. Может быть, не очень удачная, но понятная. Что все дела, которые потенциально попадают в этот областной суд, тяжкие, не тяжкие. Но вот они попали в областной суд. Значит, там может быть суд присяжных, если об этом просят подсудимый. А потом из этой модели начали выгрызать по куску. Сначала убрали дела о терроризме и шпионаже, о диверсии, о педофилии. И в итоге начался такой непонятный бублик погрызенный. То, что, по сути, присяжных рассматривают только дела о квалифицированных убийствах. И, в общем, по сути, больше ничего. Если смотреть по статистике, в основном это они. Их чудовищно мало. Их 200 дел в год. Там 200-300 дел в год. Ну, недавно где-то этот спор про женщин, чьи дела там уже могут рассматривать. Да, совершенно верно. Надежда Савченко ведь хотела, чтобы... Ну, мы думали использовать это дело как прецедент, чтобы поспорить о том, вообще могут или не могут женщины судиться судом присяжных. Там в итоге оказалась женщина, которая села в тюрьму позже. Савченко вышла раньше. И Конституционный суд ее дело рассмотрел раньше, потому что так получилось по чередности дело. Но мысль в том, что единственный кнут эффективный, который до сих пор человечество придумало против нерадивости следствия и прокуратуры, это вот эти самые присяжные. Если ты принес суд халтуру, ты должен проиграть. Даже если ты прав на все 100%, ты обвиняешь злодея, но ты такой несостоятельный, неумелый следователь, что ты не мог этого злодея правильно обвинить. Ну, вот ты проигрываешь. Общество проигрывает. Потому, что он у тебя такого дурака поставил на такой ответственный пост. Но зато остальные следователи, зная об этом, не халтурят. Начальники следователей, зная об этом, не берут себе кого попало. И вся система в целом со скрипом, со скрежетом, с вытряханием песка едет все-таки в более правильное направление, чем то, что есть сейчас. Илья, а за пределами судов присяжных какие вообще вопросы решаются в открытых судебных заседаниях? Потому, что вкладывается впечатление, что очень многие аспекты уже обсуждены до начала открытых слушаний. Есть еще хороший показатель, совпадают или не совпадают в приговоре отпечатки в совместительном заключении. Если совпадают, можно с большой уверенностью говорить, что дело рассматривалось так. Принесли флешку судья. Судья заменил обвиняется именем Российской Федерации и, следовательно, наприговорил. И так получился приговор. Это одна сторона медали. Другая сторона медали – это то, что судей действительно их можно как-то раскачать, найти в них какую-то чеческую жилку, хотя бы в виде того, чтобы судья наконец-то рассердился на этих халтурщиков, которые заставляют за него вступаться. На жалость бесполезно. На усталость. На какую-то, если угодно, гордость профессиональную, у которой все-таки есть юристов. Потому, что ты учился столько лет. Ты пять лет выдерживал стаж для того, чтобы стать судья или работал в помощниках. Который заменяет на флешке два слова и выдает это за приговор. Есть еще судьи и старой закалки, и новые поросли, которые на себя не окончательно махнули рукой. Вот такому судье внятно показать, что ты, Иван Иванович, тебя заставляет вписываться за халтуру – это уже кое-чего стоит. Вот так мы и работаем. Понимаю, что он совершенно не похоже на то, как это в кино выглядит. Так что адвокат красиво встает, там присяжно объясняет, что вот господа дома присяжные, так и так. Жизнь устроена иначе. В жизни ты должен, если ты хочешь добиться максимально оптимального результата в суде для своего подзащитного, если уже в суд, уже дело понятно, что не вернется в прокуратуру. Ты должен показать, что вступаясь за халтуру и за ошибки прокурора, судья тем самым жертвует своей гордостью, жертвует своей репутацией. Но он-то в итоге все равно жертвует. Злится, ругается. Судья может, грамотный судья, может так красиво написать обвинительный приговор, что и подсудимый останется доволен, что он делался мягким. И прокуратура поймет, что ей попеняли. И адвокат почувствует, что он не зря здесь распинался все это. То есть, подождите, получается, в этой системе самый оптимальный итог для адвоката, защитника – это просто мягкий приговор, но все равно обвинительный. Ну, вот по всей логике вашего рассказа. В масштабе больших чисел, да. Иногда удается сделать что-то уникальное. Вот, опять же, здесь же я скажу про дело Савченко. Человеку дали 22 года, а спустя два месяца она оказалась здоровано. Ну, это был уже не судебный, скорее дипломатический процесс. Он не пошел бы в сторону дипломатии, если бы мы отпустили вожжи и дали ему идти по той линии, которую наметила российская страна. Вот получилось сделать такой кейс. Получилось – получилось. Результат есть – есть. Значит, в отдельных случаях, там, где имеется возможность для чего-то уникального, ты эту возможность должен не упустить просто-напросто. Не проворони ее. Вот в этом качество работы адвоката. Если есть шанс, его нельзя упустить. Важный вопрос, мне кажется, именно для вас. У меня всплывает в связи с делом о живодерках, предполагаемых живодерках из Хабаровска, которые там учили животных. Большой резонанс в социальных сетях, возмутились, жаловались, вот теперь их разыскивают, изучают эти видеозаписи, фотографии, собираются их судить. Вот подобные резонансы, подобные там требования расправы, например, или наоборот, требования отпустить, они в какой степени влияют на судей и на следователей и насколько предопределяют решение по делу? Очень по-разному влияют. Я бы сказал так, что, опять же, адвокатам возбраняется комментировать чужие дела. Поэтому я не буду говорить про дело о живодерках, я буду говорить в целом о огласке. Огласка хороша и плоха одновременно тем, что она ставит перед следственным обвинением тяжелый выбор. Если в деле, который идет в тихом режиме, есть возможность компромисса, то очень часто в громком деле компромисса нет просто потому, что или так, или иначе. Если ты пойдешь по среднему пути, тебя следователи, прокуроры или адвокаты закидают тухлыми овощами. И, да, на раннем этапе вот такая огласка и такие крики о том, что давайте его посадим, распнем, расстреляем, сожжем, иногда и даже часто может привести к тому, что дело которого нет, состав которого нет, оно появляется. А вот потом уже, как уже потом можно использовать обратную огласку для того, чтобы пристыдить прокуратуру и добиться чего-то отсюда, это уже другой разговор. Адвокат Илья Новикова, в эфире «Эхо Москвы», персонально ваша Дарья Пещикова и Андрей Позняков. Спасибо. Спасибо.